5. Четыре дня употребил я на изъяснение вам притча о Лазаре, на исчерпывание сокровища, которые мы нашли в покрытом ранами теле Лазаря, сокровища, содержащего в себе не золото и серебро и драгоценные камни, но любомудрие, мужество, терпение и великую твердость. 6. Как с чувственными сокровищами бывает, на поверхности их только терния, волчцы и жестокая земля, а если раскопать глубже, то открывается великое богатство. Так случилось и с Лазарем. 7. Сверху раны, в глубине, неизъяснимое богатство. Тело расслабленное, а душа мужественная и бодрая. 7. И здесь можно было видеть исполнение слов апостольских. Если внешне наш человек и тлеет, то внутренне обновляется. 8. Можно бы и сегодня говорить о той же притче и бороться с еретиками, которые поносят Ветхий Завет, осуждают патриархов и изощряют язык против Создателя всех, Бога. 9. Но чтобы речь не произвела в вас пресыщение, я отложу эту борьбу до другого времени. 10. А теперь обращусь к иному предмету. 11. Однообразная пища производит пресыщение, а явство разнообразное частые перемены усиливает позыв к еде. 11. Посему, чтобы так не было и слушанием, возвратимся сегодня после долгого времени к блаженному Павлу. 12. Благовременно сегодня прочитано нам место апостольское, изъяснение которого будет согласно с тем, о чем недавно говорено было. 13. Итак, вы слышали, как Павел сегодня взывал и говорил, не хочу вас, братья, оставить внедение в умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. 14. То евангельское сказание о Лазаре – это апостольское изречение, но вещает они вполне согласно. 15. И в той притче мы много рассуждали о воскресении и будущем суде, и теперь слово привело нас опять к тому же предмету. 15. Таким образом, хотя мы станем разбирать апостольское место, но здесь найдем тоже сокровище. 16. Ибо и тогда вся моя речь клонилась к тому, чтобы научить слушателей считать за ничто блестящие предметы настоящей жизни, но устремлять надежды далее и ежедневно помышлять о тамошних приговорах, о страшном судилище и о неумолимом судьи. 17. Это сегодня внушает нам и Павел в прочитанных словах, внимайте же, «Не хочу вас, братья, оставить в неведении об усопших, чтобы вы не скорбели, как и прочие не имеющие надежды. 18. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и Бог, умерших во Христе, приведет с ним». 18. Здесь наперед надо обратить внимание на то, почему апостол, когда говорит о Христе, называет смерть его смертью, а когда говорит о нашей кончине, то называет ее не смертью, а успением. 19. Не сказал «о умерших», но что «о усопших» в греческом переводе. 20. И еще «так Бог и умерших во Христе, усопших, приведет с ним». 21. И еще «мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господни, не предупредим усопших». 21. И здесь не сказал «умерших», но во всех трех местах смерть их назвал успением. 22. А о Христе не так, но как? Если веруем, что Иисус умер, не сказал «уснул», но умер, почему же смерть Христовый апостол назвал смертью, а нашу успением? 23. Не просто и не без цели он употребил это различные выражения, но имея в виду нечто мудрое и великое, говоря о Христе, он употребил слово «смерть». 24. Чтобы показать действительность его страданий, а о нас – успение, чтобы умерить нашу скорбь. 25. Там, где уже совершилось воскресенье, он смело употребляет слово «смерть», а там, где воскресенье и есть предмет надежды, употребляет слово «успение», самым названием и утешая нас, и укрепляя благие надежды. 26. Спящий, конечно, станет, а смерть есть не что иное, как продолжительный сон. 27. Не говори мне, что умерший не слышит, не говорит, не видит, не чувствует, ибо таково же состояние и спящего. 28. Если можно сказать нечто странное, то и душа спящего как бы спит, а у умершего, напротив, бодрствует. 29. Но умерший, скажешь, гниет и тлеет, и превращается в прах и пепел. 29. Что же из этого, возлюбленный? Поэтому самому и надо особенно радоваться. 30. Тот, кто хочет перестроить развалившийся ветхий дом, наперед выводит из него живущих, потом разрушает этот дом и снова воздвигает в лучшем виде. 31. Выведенные не скорбят об этом, а еще радуются, потому что обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще и невидимое здание. 31. Так и Бог разрушает наше тело, намереваясь создать его вновь. 31. И сперва изводит живущую в нем душу, как бы из какого дома, дабы потом, воздвигнув его в лучшем виде, опять ввести в него душу с большей славой. 31. Будем же обращать внимание не на разрушение, а на будущую славу. 32. Также, если у кого статуя испортилась от ржавчины и от времени, и многие части ее отвалились, 32. То он, разбив ее, бросает в горнила и тщательно переплавив, делает ее лучшим. 33. И как разрушение такой статуи в горниле не есть уничтожение ее, но возобновление, так и смерть наших тел не есть уничтожение, но обновление их. 34. Итак, когда ты увидишь, что тело наше как бы в горниле разлагается и тлеет, то не останавливайся на этом внешнем виде. 35. Но ожидая обновления, этой стороной примера не довольствуйся, но простирайся умом к более важному. 36. Воятель, ввергая в горнила медное тело, получает оттуда статую не золотую и бессмертную, но делает ее такой же медную. 37. А Бог, ввергая в землю, тело перстное и смертное, возвращает тебе статую золотую и бессмертную. 38. Ибо земля, приняв тело смертное и тленное, возвращает его нетленным и бессмертным. 39. Итак, видя умершего, не на то смотри, что он сомкнул глаза и лежит безгласным, но на то, как он воскреснет и, получив неизъяснимую, изумительную и дивную славу, и от настоящего внешнего вида, возведи помыслы к надежде будущего. 39. А ты по привычке при этом скорбишь и плачешь. 40. Но не странно ли, когда ты отдашь дочь за мужество, и муж отправится с ней в далекую страну, и там будет жить счастливо, не считать этого бедствием, так как скорбь прозлуки облегчается слухом о их благополучии. 41. А здесь, когда не человек, не подобный тебе раб, но сам владыка берет к себе твоего ближнего, печалится и сетовать, как же, скажешь, возможно, человеку не скорбечь. 42. Я и не говорю этого. Я отвергаю не скорбь, а чрезмерность скорби. 43. Скорбь естественно, но скорбь чрезмерная, свойственна душе безрассудной, умоиступленной и слабой. 44. Поскорби, поплачь, но не ропщи, не малодушествуй, не негодуй. 45. Воздай благодарение взявшему и украсив отшедшего, припроводи его к нему в светлой погребальной одежде. 46. Если станешь роптать, то оскорбишь и умершего, и прогневаешь взявшего, и повредишь самому себе. 47. Но если будешь благодарить, то и его украсишь, и прослаешь взявшего, и сделаешь пользу самому себе. 48. Плачь, как владыка твой плакала, Лазаре, показав нам меру, правила и пределы скорби, которых переступать не должно. 49. Так и Павел сказал, не хочу вас, братья, оставить в неведении усопших, чтобы вы не скорбели, как и прочие, не имеющие надежды. 49. Скорби, говорит он, но никак язычник, не ожидающий воскресенья, не имеющий надежды на будущую жизнь. 50. Я стыжусь, поверьте мне, и краснею, когда вижу, как на торжеще толпы женщин бесчинствуют, рвут на себе волосы, ломают руки, царапают щеки, и при том в глазах язычников. 51. Чего не скажут они, чего не наговорят о нас? Это ли любомудрствующее воскресенье? 52. Должно быть, они, но дела их не согласуются с учением. На словах они рассуждают о воскресенье, а на деле поступают, как не ожидающий его. 53. Если бы они твердо убеждены были, что есть воскресенье, то не делали бы этого. 54. Если бы уверены были, что умерший отошел в лучшую жизнь, то не плакали бы. 55. Это еще больше этого говорят неверные, слыша такой плач. 55. Постыдимся же, образумимся, и не станем делать столько вреда и себе, и видящим это. 56. Почему, скажи мне, ты плачешь так об отшедшем? 57. Потому ли, что он был порочен? 58. В таком случае должно благодарить, что положен предел его порокам. 59. Или потому, что он был честный и добрый человек, и о нем надо бы нарадоваться, потому что он скоро восхищен прежде, нежели злоба изменила разум его. 59. Премудрость 4.11. И отошел в страну, где пребывает уже в безопасности, где нельзя опасаться никакой перемены. 60. Или потому, что он был молод, и зато прославь взявшего, что скоро призвал его к лучшей жизни. 60. Или потому, что он был стар, и за это опять благодари и прославь Вышнего. 61. Постыдись самого вида выноса, псалмопения, молитвы, сон отцов и такое множество братьев. 61. Не для того, чтобы ты плакал, скорбел и роптал, но чтобы благодарил взявшего. 62. Как призываемых к власти, многие провожают с почестями. 63. Так и верующих, отходящих, все провожают с великой славой, как призванных к высшей почести. 63. Смерть есть успокоение, освобождение от житейских трудов и забот. 63. Итак, когда увидишь, что кто-либо из ближних отошел отсюда, не ропщи, но умились сердцем. 64. Войди в самого себя, испытай совесть по мысли, что и тебя немного после ожидает такой же конец. 65. Вразумись и убойся, видя смерть другого, отринь всякую беспечность, рассмотри свои дела, исправь прегрешение, изменись к лучшему. 66. Мы тем отличаемся от неверующих, что иначе судим о вещах. 67. Неверующий видит небо и поклоняется ему, потому что признает его за Бога. 68. Видит землю, чтит ее и прилепляется к чувственным вещам, а мы не так. 69. Но видим небо и удивляемся создавшему его, потому что веруем, что оно не Бог, а дело Божие. 69. Вижу всю тварь и через нее восхожу к Создателю. 69. Неверующий видит богатство и изумляется, благоговеет. 70. Я вижу богатство и посмеваюсь. 71. Он видит бедность и скорбит. Я вижу бедность и радуюсь. 71. Иначе я смотрю на вещи, иначе он. 72. Так поступаем мы в отношении к смерти. Он видит мертвого и считает мертвым. 72. Я смотрю на умершего и взираю на смерть, как на сон. 73. И как на буквы все мы, и знающие, и не знающие грамоту, смотрим одинаковыми глазами, но не одинаковой мыслью. 74. Не знающие, видя их, считают простыми буквами, а знающие искусно постигают заключающийся в них смысл. 74. Так и в жизни. Мы смотрим на события одинаковыми глазами, но не одинаковой мыслью и разумением. 75. Итак, отличаясь от язычников во всем прочем, неужели мы сойдемся с ними в суждениях о смерти? 75. По мысли, кому отошел умерший и утешься? Он отошел туда, где Павел, где Петр, где весь сон святых. 76. По мысли, в какой славе и светлости он восстанет. 77. По мысли, что слезами и воплями ты не можешь исправить случившегося и крайне повредишь себе. 77. По мысли, кому ты в этом подражаешь? И убегай общение в грехе. 78. Кому же ты подражаешь и соревнуешь? 79. Неверным, не имеющим упования. 80. Как и Павел сказал, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 80. Обратив внимание на точность выражения, он не сказал, не имеющие упования о воскресенье, но просто не имеющих надежды. 81. Ибо не имеющие упования тамошнего суда, не имеет никакой надежды, не знает ни того, что есть Бог, ни того, что Он промышляет о всем настоящем, ни того, что над всем наблюдает божественная правда. 81. А кто не знает и не помышляет об этом, тот бессмысленнее всякого зверя. 82. И изгнал из души Своей законы и суды и определения, и вообще все доброе. 83. Ибо кто не готовится отдать отчет в делах Своих, тот будет уклоняться от всякой добродетели и предаваться всякому пороку. 84. Размыслив об этом и рассудив о невежестве и безумии язычников, с которыми мы сходствуем, все этого не об умерших, будем избегать такого согласия с ними. 84. Для того и Павел упомянул об них, чтобы ты, размыслив о бесчестии, до которого ты не спадаешь, стал выше согласия с ними и возвратился к свойственному тебе благородству. 85. И не здесь только, но и во многих других местах блаженный Павел часто делает это. 85. Когда он хочет удалить нас от грехов, то показывает, с кем сообщаемся мы через грехи, чтобы, устыдившись качества этого лица, ты убегал от такого сообщества. 86. Так в послании к тесалникиицам он говорит. 86. И знайте, что чтобы сохранять сосуд свой в святости и чести, а не в страсти похотения, как и прочие народы, не знающие Бога. 87. И в другом месте. 87. Сие же говорю вам, чтобы вы ходили пред Господом, а не так, как прочие народы, по суетности ума их. 88. Также и здесь не хочу вас, братья, оставить в неведении об усопших, чтобы вы не скорбели, как и прочие не имеющие надежды. 89. Обыкновенно не свойство событий повергает нас в печаль, а наше произволение. 89. Не смерть скончавшегося, а немощь сетующих. 89. Верующего же ничто настоящее не может огорчить. 90. Он отличается от неверующих и тем, что еще прежде будущих благ в настоящей жизни получает немалое благо от христианского любомудрия, доставляемого ему величайшее благодушие и постоянную радость. 91. Посему и Павел говорит, радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. 91. Таким образом, еще прежде воскресения мы получаем немалую награду в том, что не упадаем духом, ни в каком случающемся бедствии, но имеем великое утешение в надежде будущих благ. 92. Как мы получаем двойную пользу, так неверующий терпит двойной вред, и от того, что в будущей жизни подвергается наказание за неверие воскресению, и от того, что в настоящее впадает подчаяние, не ожидая после ничего доброго. 93. Итак, мы должны благодарить Бога не только за воскресение, но и за надежду воскресения, которая может утешить сетующую душу и расположить к благодушию при разлуке с отшедшими, как имеющими воскреснуть и соединиться с нами. 94. Если надо мноскорбеть и плакать, то нужно плакать и сетовать о тех, которые живут во грехах, а не о тех, которые отошли с добродетелью. 95. Так делает и Павел в послании к Коринфянам, он и говорит, чтобы, когда я приду к вам, не смирил меня, не уничижил мой Бог меня у вас, и мне снова не плакать о многих, не сказал умерших, но прежде согрешивших и не покаявшихся в нечистоте, в луде, в бесстыдстве, которое соделали. 96. А таких надо бы наплакать. 96. К тому же получает и другой такими словами «Над мертвым плач, ибо исчез свет его, а над буйным более плач, ибо исчез его разум». 96. Если же всегда достоин плача, потерявший рассудок, то тем более не имеющий праведности и оставивший надежду на Бога. 97. Таких людей и мы будем оплакивать. 98. Такой плач полезен. 99. Своими слезами мы часто исправляем их. 99. Сетование же об умерших бесполезно и вместе вредно. 99. Итак, не станем превращать порядка, но будем плакать только о грехе. 99. А все прочее, и бедность, и болезнь, и преждевременную смерть, и обиду, и клевету, и какой-нибудь другой из зол постигающих человека, 99. Все будем переносить благодушно. 99. Эти бедствия послужат для нас поводом к получению многих венцов, если мы будем бодрствовать. 99. Но как можно, скажешь, и человеку не скорбечь? 99. Напротив, я скажу, как можно скорбеть человеку почтенному словом и разумом и надеждами будущих благ? 99. Но кто, скажешь, и не предавался этому чувству? 99. Многие, часто, и из нас, и из предков наших, послушай, что сказал Юов, когда лишился целого сонма детей. 99. Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. 99. Дивны эти слова. Когда и просто слышишь их, а если еще тщательно рассмотришь их, то они окажутся еще более дивными. 99. В самом деле подумай, что дьявол не половину детей взял у него, а другую половину оставил. 99. Не большую часть взял, а меньшую оставил. 99. Но он сорвал весь плод, а дерево не повалил. 99. Все море возмутил волнами, а ладьи не потопил. 99. Истощил всю силу, и столба не потряс. 99. Напротив, отовсюду потрясаемый он стоял непоколебимым. 99. Тучи стрел неслись, а его не поражали. 99. Или лучше направлялись на него, но не уязвляли. 99. Подумай, каково видеть погибель столь многих детей? 99. Чего недоставало, чтобы поразить его? 99. Все дети похищены, все вместе и в один день, в самом цвете лет, отличавшиеся великой добродетелью. 99. Окончили жизнь таким родом казни после столь многих ударов, нанесен этот последний удар отцу, который был сердобольный, а отшедшие любезно ему. 99. Если кто лишится детей порочных, то хотя и поражается скорбью, но не столь сильную, ибо порочность умерших не дает печали быть сильной. 99. Но если дети были добродетельны, то рана не закрывается, память о них не теряется, скорбь не имеет утешения, возбуждаясь двойной силой и чувством природы и мыслью о добродетели скончавшихся. 99. А что дети Иова были добродетельны, видно и следующего. 99. Отец так много об них заботился, что вставший от сна приносил за них жертвы, опасаясь и за тайные грехи их, и важнее этой заботы для него ничего не было. 99. А это доказывает не только добродетель детей, но и чадолюбие отца. 99. Если же Иов был отец и столь чадолюбивый, питавший к ним привязанность, возбуждаемый не только природой, но и благочестием, и умершие были как добродетельны, то отсюда происходит тройное пламя скорби. 99. Опять, когда похищается только некоторое из детей, в скорби есть еще некоторое утешение, потому что оставшиеся умеряют печаль об умерших. 99. Но когда умрут все дети, то на кого может посмотреть отец многочадный, вдруг сделавшийся битчадным? 99. К этим можно еще присовокупить и пятый удар. 99. Какой это? 99. Тот, что все они похищены внезапно. 99. Если тогда как умирает иные в три или пять дней, женщины и родственники все плачут, особенно о том, что умерший так скоро и нечаянно похищен от взоров их, то тем более мог скорбеть Иов не в три, не в два и не в один день, но в один час лишившийся всех детей. 99. Бедствие, ожидаемое несколько времени, хотя бы и было крайне тяжко, становится легче от самого ожидания, но случившееся сверхчаяние и внезапно бывает невыносимо. 99. Когда бедствие и само по себе тяжко, еще увеличивается тем, что случилось неожиданно, подумай, как оно бывает невыносимо. 99. Оно выше всякого описания. Хочешь ли слышать и шестой удар? 99. Иов потерял всех детей в самом цветущем их возрасте. 99. Вы знаете, как прискорбны преждевременные смерти и как много причиняют они слез. 99. А эта смерть была не только преждевременная, но и насильственная. 99. Это был седьмой удар. 99. Ибо они не на ложе изнемогли и испустили дух, но все задавлены зданием. 99. Представь же, каково было тому, кто, разрывая эту груду, вынимал оттуда то камень, то часть своего сына и видел то руку его, держащуюся за чашу, то другую, лежащую на блюде, то самый труп, обезображенный с придавленным носом, с разбитой головою, вырванными глазами, раскиданным мозгом. 99. Вообще весь образ искаженный до того, что за множеством ран отцу нельзя было распознать черты любезных ему лиц. 99. Вы смутились и плачете, слыша об этом. 99. Подумайте же, каково было ему это видеть. 99. Если мы после столь долгого времени не можем без слез слышать об этом печальном событии и при том слышать о чужом несчастье, то какой адамант был тот, кто видел это своими глазами и любомудрствовал ни над чужими и собственными бедствиями. 99. Однако он не возроптал и не сказал ничего такого, что это значит, это ли награда за мою благотворительность, для того ли я отворял дом странникам, чтобы видеть его гробом детей, для того ли я прилагал о них всякое попечение, чтобы они потерпели такую смерть. 99. Ничего такого он не сказал и не подумал, но перенес все великодушно, хотя и лишился их после такого о них попечения. 99. Как искусный воятель, отделывая золотые статуи, украшает их весьма тщательно, так и Иов образовывал, улучшал и украшал души детей. 99. И как трудолюбивый земледелец постоянно орошает пальмовые или оливковые деревья, ограждает, окапывает их и всячески ухаживает за ними, так и Иов не переставал, как бы какую плодоносную маслину, душу каждого из детей усовершать в добродетели. 99. Увидев же, что эти растения напором злого духа вырваны, повержены на землю и бедственно погибли, не только не произнес никакой хулы, но еще благодарил Бога. 99. И тем нанес дьяволу смертельную рану. 99. Но скажешь ты, у Иова было много сыновей, а иной нередко лишается единственного сына, поэтому и скорбь не одинаково. 99. Хорошо ты говоришь. 99. И я скажу, что скорбь не одинаково, но скорбь Иова гораздо больше. 99. Какую пользу принесло ему многочадие? 99. Его несчастье было тем поразительнее, и скорбь тем мучительнее, что он получил рану в лице многих детей. 99. Если же хочешь видеть и другого святого, который имел единородного сына, и оказал такое же и даже большее мужество, 100. То вспомни о патриархе Аврааме, который, хотя не видел Исаака умершим, но что было еще мучительнее и прискорбнее, 99. Получил повеление от Бога самому закладь его, и не воспротивился этому повелению, не возроптал и не сказал чего-нибудь подобного. 99. Затем ли ты сделал меня отцом, чтобы сделать это убийцею? 99. Лучше было бы прежде не давать его мне, чем давши отнять его таким образом. 99. Ты хочешь взять его? Для чего же повелеваешь мне самому закладь и обогреть мою руку его кровью? 99. Не через этого ли отрока ты обещал наполнить моими потомками вселенную? 99. Как же произведешь плоды, вырвавши корень? Как обещаешь потомство, повелевая закладь сына? 99. Кто видал? Кто слыхал это? Я обманут, я обольщен! 99. Ничего такого он не сказал и не подумал, не попрекословил повелевшему, не потребовал объяснения, но услышав, 99. Возьми сына твоего возлюбленного, которого возлюбил Исаака, и иди в землю на гору высокую и вознеси его там во всесожжение, на одну из гор, которые я укажу тебе. 99. Исполнил повеление с такой готовностью, что сделал еще больше повеления. Он скрыл это от жены, утаил от рабов, оставив их внизу горы, и взошел на нее, взяв с собой только жертву. 99. Так не против своей воли, но с великой готовностью он исполнил повеление. Представь же, каково было ему разговаривать с сыном наедине, без свидетелей, когда сердце сильнее разгорается и любовь бывает пламеннее. 99. И это не в один или два дня, но в продолжении многих дней. Если бы он тотчас же исполнил повеление, то и это было бы удивительно и велико. 99. Однако не столь удивительно, как то, что он в продолжении многих дней, испытывая страдания и борьбу душевную, не показал человеческой слабости в отношении к отроку. 99. Бог для того и продолжил подвиги и распространил место борьбы, чтобы ты вернее узнал ротоборца. 99. Поистине, это был ротоборец, сражавшийся не с человеком, но с самой силой природы. 99. Какое слово может изобразить его мужество? Он возвел отрока на гору, связал, положил на дрова, взял нож и хотел нанести удар. 99. Затем, как и что сказать, не знаю, знает только сам, сделавший это. 99. Никакое слово не может изобразить, как не оцепенела рука, как не ослабела крепость мышц, как не смутил его любезный вид отрока. 99. Достоин удивления здесь Исаак. Как отец всего повиновался Богу, так он отцу. 99. И как тот, когда Бог повелел ему принесть жертву, не потребовал объяснения, так и этот, когда отец связывал его и возлагал на жертвенник, не сказал, для чего ты делаешь это, но преклонился под отеческую руку. 99. Здесь виден был отец и вместе жрец. Жертва бескровная, всесожжение без огня, образ смерти и воскресения на жертвеннике. 99. Потому что отец и заклал сына, и не заклал. Не заклал рукою, но заклал произволением. 99. И Бог дал ему такое повеление не потому, чтобы хотел видеть пролитие крови, но для того, чтобы показать тебе произволение Авраама посреди всей вселенной, возвестить о доблести его и всех потомков научить, что заповеди Божии должно предпочитать и детям, и природе, и всему имуществу, и самой душе своей. 99. И так он сошел с горы, имея при себе Исаака, как живого мученика. 99. Какое же прощение, скажи мне, какое оправдание будем иметь мы, если, видя этого доблестного с такой готовностью повинующимся Богу и во всем ему покорствующим, сами будем роптать. 99. Не говорим ни о горести, ни о несносной тяжести несчастья, но размыслия о том, что он и жестокую скорбь превозмог, повеление было в состоянии смутить его ум, повергнуть его в недоумение и поколебать веру в предшествование обетования. 99. Кто из обыкновенных людей не почел бы обманом все сказанное о множестве потомков, обещанных ему, но не таков было в рамках. 99. Не менее должно удивляться и любомудрие Иова в несчастье, особенно потому, что он после такой добродетели, после такого милосердия и человеколюбия, когда ни за собою, ни за детьми не сознавал ничего худого, а между тем испытывал столь великое, необычайное и неожиданное бедствие, 99. Какого ни с кем из крайне преступных людей не случалось, не огорчился, подобно обыкновенным людям, не помыслил, что добродетель бесполезна, и сам он прежде поступал худо. 99. Обоим этим мужам должно не только удивляться, но и соревновать и подражать их добродетели. 99. Никто пусть не говорит, что они были дивные люди. Подлинно они были дивные и великие. 99. Но от нас теперь требуется еще более любомудрие, нежели от них и всех живших в Ветхом Завете. 99. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. 99. Итак, отовсюду получив вразумление и припомнив это и все, что сказано нами о воскресении и о тех святых, будем непрестанно повторять душам своим не только во время печали, но и когда бываем свободны от скорби. 99. Поэтому и я, хотя никого не вижу в скорби, предложил ныне это слово, чтобы мы, когда подвергнемся подобному бедствию, припоминая сказанное, имели достаточное утешение. 99. Так и воины в мирное время занимаются воинскими упражнениями, чтобы при наступлении войны, когда потребуется опытность в деле, благовременно показать искусство, в котором они усовершенствовались во время мира. 99. Приготовим же и мы себе оружие и врачевство во время мира, чтобы когда настанет борьба с неразумными страстями или печалью, или унынием, или другим чем-либо подобным, мы, хорошо вооружившись и оградившись со всех сторон, 99. Могли с великой опытностью отражать нападение лукавого и верными мыслями, вещаниями Божиими, примерами праведных мужей и вообще всеми способами защищать самих себя. 99. Таким образом, мы можем настоящую жизнь провести благодушно и сподобиться Царству Небесного Христе Иисусе, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Продолжение следует...